Одной из главных задач современной библиотеки оставаться актуальной, востребованной для общества. Долгие годы библиотековость принималась людьми как храм знаний и просвещения. Однако современная реальность такова, что информацию можно получать, используя альтернативные источники. Исследования последних лет в области медиапотребления указывают на то, что интернет неумолимо становится неотъемлемой частью нашей жизни. Следует отметить, что большинство библиотек достаточно активно включились в интернет-среду. Они имеют свои сайты, аккаунты в социальных сетях, размещают свои электронные ресурсы, организуют мероприятия в режиме онлайн-трансляции и т.д. Однако сложившийся веками имидж библиотеки как консервативного учреждения высокий уровень конкуренции является существенным препятствием привлечения пользователей. Чтобы переломить ситуацию, библиотеки модернизируют не только спектр предоставляемых услуг внутреннего братства, но стараются найти и освоить новые каналы и способы коммуникации со своим реальным потенциальным пользователем. Трудность заключается в том, что стремительно меняющаяся цифровая среда требует так же быстрого реагирования на эти изменения. Поэтому неудивительно, что современные библиотеки используют непривычные для них способы рассказать о своей деятельности с помощью интерактивного контента, размещенного в социальных сетях. Интерактивный контент – это тесты, викторины, квизы, опросы, слайд-шоу, интерактивные карты, таймлайны, мини-игры, рейтинги, калькуляторы, интерактивная инфографика и многое другое. Любой контент может быть интерактивным, если он основан на взаимодействии с пользователем. Например, если во время просмотра видео пользователя просят проверить свою интуицию и угадать дальнейший ход событий, то это уже будет интерактивное видео. Интерактивный контент популярен, потому что он лучше вовлекает аудиторию, позволяет сегментировать аудиторию. Пользователи охотнее делятся таким контентом в социальных сетях. Однако библиотечная действительность указывает на то, что сейчас библиотекам уже недостаточно просто иметь при себе только сайт и ждать, что пользователи сами найдут, придут и посетят. Необходимы иные способы и методы привлечения. Среди них особое внимание заслуживают социальные медиа, выраженные блогами, группами или сообществами библиотек в социальных сетях. Блог – самая известная платформа. Появившись в 1992 году, блоги стали достаточно распространенным явлением. Их использование является одним из эффективных и доступных инструментов для продвижения библиотечной услуги, обслуживания и т.д. Его отличительная черта заключается в том, что блог может представлять библиотекаря, библиотеку или отдел библиотеки. Формы подачи материалов могут быть разнообразны. Это короткое сообщение, заметка, выступление, статья, сценарий. Здесь можно разместить не только текст или фотографию, но и электронную презентацию, аудиозапись или видеоролик. Есть возможность оставлять комментарии, а это значит, что в любой момент можно вернуться к опубликованным материалам и их обсудить. Многие библиотечные специалисты задаются вопросом, зачем нужен блог, если есть сайт у библиотеки. Сайт – это строгая деловая площадка, официальное лицо библиотеки в интернет-пространстве. Блог – это неофициальное, дружественное общение всех заинтересованных. В блоге не нужна субординация. И чем разнообразнее блог, чем оригинальнее автор, тем лучше, интереснее и новее для читателей. Сложно себе представить более удобный способ получения свежей информации, нежели социальные сети, которые сегодня игнорировать уже нельзя. Ну, просто потому, что это ряд возможностей. Раз – там есть практически все. Это два. Более того, подписались на нужные источники. При необходимости включили еще и оповещения о новых публикациях. Все. Вы в тренде. Это три. Необходимо наконец-то понять, что социальные сети стали практически неистекаемым источником целевой аудитории. Понимать это важно и нужно. Социальные сети – это прямое общение с читателями, которые, возможно, станут вашими друзьями. Вы можете оперативно узнать мнение по поводу проходящей акции, услуги библиотеки, изменения режима работы, выяснить их пожелания и предпочтения. Социальные сети дают возможность мгновенно сообщить большой аудитории о новых изданиях, конкурсах, мероприятиях, распространить эту информацию дальше. С их помощью возможно рекламировать деятельность библиотеки, формируя ее положительный имидж. Главная задача при продвижении в социальных сетях – верно отбирать публикации, использовать креативные решения и адаптировать тексты для каждой целевой аудитории. Пользователи приходят в социальные сети ради контента и общения. Им нравится читать увлекательные заметки, делать перепосты веселых картинок, комментировать и обсуждать с друзьями последние новости. Конечно же, публикации должны быть живыми, современными, вызывающими восторг, возмущение.